Олдкома Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Зима близко». На самом деле сегодня, возможно, можно сказать, что эта неделя могла бы принести не только метеорологическую оттепель, которую мы здесь, в Риге, по крайней мере, можем увидеть во всей красе, где улицы полны льда и воды, где люди падают и спотыкаются. Возможно, падаем и спотыкаемся мы и в переносном смысле, но можно сказать, что оттепель, возможно, будет и геополитической, потому что, возможно, какой-то зимний месяц, некоторая пурга глупости, тупости, жадности и, возможно, политических манипуляций закончилась в среду, когда, наконец, период Трампа закончился. И, мне кажется, это политическое чудовище или, ну, скажем так, назовем это отрыжкой неолиберальной политики, наконец, исчезло. Человек этот, не имеющий никаких представлений о политической этике, о бетасе, о элементарных правилах поведения, исчез в политической арене на какое-то время. Правда, он обещал вернуться. Будем очень надеяться, что он как лгал всегда, так и в этот раз ему удалось солгать, а сказать правду ему не удавалось. Это очень тяжело для людей без интеллекта. Поэтому я думаю, что в данном случае мы видим, что закончилось правление одного безумного президента, который чуть было не разрушил демократию во всем мире. Я думаю, что это не преувеличение, с моей стороны. Вы чувствуете, насколько я являюсь поклонником этого президента. Я действительно считаю, что в среду на этой неделе началась некоторая оттепель, и, возможно, зима когда-нибудь все-таки закончится. Хотя, с другой стороны, если Трамп ушел, вернее, уехал во Флориду, то, к сожалению, трампизм, принципы политики Трампа не исчезли. Мы видели за последние четыре года, что партия республиканцев сама получила на свою голову абсолютно непредсказуемого политического лидера. Лидера страны, которая, по сути дела, одна из древнейших демократий в европейском представлении этого слова. Более старая даже демократия, чем французская республика. Но мы видим, что идеи французского просвещения на американской почве, возможно, из-за климата, возможно, из-за некоторого отсутствия, скажем, способности и навыков сохранять, демократия прижилась с одной стороны, с другой стороны, очень, скажем, хрупкая и очень быстро может подвергнуться ударам, и у нее могут появиться существенные трещины. И одна из трещин, которую мы видели все эти четыре года, это, конечно же, было прежде всего уничтожение принципов международного сотрудничества. Америка стремительно двигалась, скажем, к цели некоторого изоляционизма, такого довольно примитивного, потому что правительство Трампа решило не участвовать в целом ряде для всего человечества, по сути дела, существенных вопросов. Например, это политика уменьшения влияния человека на среду, пагубного влияния на среду, это и, скажем, выбросы газов в атмосферу и так далее, и так далее. Это и политика понижения температуры, которая необходима для того, чтобы остановить целый ряд очень тяжелых и, к сожалению, очень скоротечных негативных процессов в области, области, скажем, природы, температурного режима, сохранения различных видов животных и так далее, и так далее. Иными словами, по сути дела, сохранение планеты как таковой. Правительство Трампа абсолютно неолиберально с точки зрения того, что доздраствуют трубы, которые будут выбрасывать ядовитые газы в воздух. Главное, чтобы экономика как бы могла продолжать жать на педаль. Мы хорошо помним, что у нас в стране этим очень увлекалась народная партия, которая, к счастью, стала прошлым. Но мы знаем, что и в латвийской политической культуре, и в экономической культуре такой суровый и жесткий неолиберализм все еще является единственным доминирующим дискурсом, темой и принципом. Мы это видим, конечно же, и по социальной политике последних десятилетий. Но Трамп ужасен был еще и потому, что во многом представлял абсолютный голый оппортунизм. Это человек, который благодаря своим внушительным миллионам, по сути дела, оторвался от политики партии вообще. И мы видим, что даже его собственный, что называется, вице-президент был вынужден отдалиться от него максимально. И даже в рядах его партии шла речь об скоротечном импичменте или отстранении. Потому что, по сути, ну да, он был в какой-то степени, я считаю, что он на протяжении четырех лет был политически невменяем. Я ничего не знаю о его психологическом состоянии. У меня нет никакой экспертизы. И судить об этом я не имею права. Но если мы посмотрим на его политические поступки, на публичную часть этих поступков, естественно, если мы не говорим о тайном лоббизме, открытый лоббизм в Америке существует. Это культура лоббизма, которая, в принципе, довольно четко обозначена и законодательными рамками. Но тайный лоббизм нам, естественно, никогда не будет известен. Так вот, именно политическое сумасшествие, скажем, у Трампа, несомненно, присутствовало. И да, я очень-очень рад, признаюсь честно, что в среду он исчез с политической арены. Однако меня скорее заботят его избиратели, а не он сам. Так как он четыре года лгал своим избирателям, то вот, собственно говоря, попытка захвата Капитолия, о которой мы говорили с вами в прошлой неделе, стала квинтэссенцией, скажем, такой вот верхушкой айсберга и, по сути дела, последней судорогой Трампа. Мы видели людей, которые в какой-то степени политически тоже неадекватны. Они в какой-то степени являются сбродом, плебсом, шутами. И, с другой стороны, ну это все то, что может их как бы маргинализировать. А если мы посмотрим на это с другой стороны, ведь их кто-то превратил в плебс, в шутов и в толпу. Толпа во многом, конечно, нечто, возможно, человечеству присущее и естественное. Мы знаем о том, что люди мгновенно могут отреагировать на какое-то явление, может начаться неконтролируемая паника, люди могут потерять часть своего цивилизационного налёта. Налёт этот очень тонкий. И, на самом деле, много лет назад, разговаривая с биологом, со специалистом в этой области, я услышал далеко не лицеприятную фразу для тех, кто верит в то, что просвещение в нас оставило какие-то благородные следы и нас всё-таки как-то культивировало. Специалист это выразил мнение, что человек как биологическое существо со всеми присущими ему, скажем, характеристиками, импульсами и сценариями поведения настолько мало изменился на протяжении тысяч и тысяч лет, что, по сути дела, тот тонкий слой цивилизации и культуры действительно всего лишь лёгкое напыление. Представьте себе поверхность, я не знаю, любую поверхность, стол или, может быть, подоконник, когда вы пару дней не вытирали пыль. Пыль эта уже присутствует, но она очень тонкая. Так вот, в какой-то степени, в переносном смысле, и наша способность принять другого, наша способность не оскорбить, наша способность не использовать насилие, она настолько тонкая, насколько тонкий может быть вот этот слой двух-трёхдневной пыли. Хотя пыль явления неприятное и негативное, пусть это будет напыление. Так вот, Трамп наждачкой жестокой, четырёхлетней наждачкой сорвал, срезал, уничтожил всё то, что когда-то было довольно хорошо функционирующей американской политической системой смены власти на основе воли избирателей. Волю эту, естественно, технически и политически пытались оградить от манипуляций, насколько это возможно, не всегда это возможно, возможно, это никогда до конца не будет возможно. Но суть в другом, суть в том, что на протяжении столетий, скажем, в периоды политических турбуленций и всевозможных кризисов, система это работала. И система работала именно благодаря тому, что никто не ставил под сомнение волю избирателя, которую можно было проверить, она была прозрачной и так далее. Что сделал Трамп? И за это ему, если бы был политический ад, конечно, там нужно было бы как следует и долго гореть. Он есть выразитель той самой культуры лжи, которая тотально в своей привлекательности и красоте. Когда мы говорим о ложных новостях, то мы можем сказать о том, что Трамп жил, дышал и существовал благодаря культуре лжи, культуре политической лжи. И политическая ложь, естественно, распространяется столь же быстро, как и ковид. Возможно, она не столь смертельна, но в длительной перспективе она очень-очень-очень опасна для жизни демократии. Потому что если мы проводим параллели с столь надоевшим нам, но, к сожалению, столь опасным ковидом, то политика и культура лжи, она тоже, в принципе, заставляет организм политический, имеется в виду избиратели, мы все, ложь заставляет нас перестать дышать. Так же, как это происходит в летальном случае с лёгкими человека во время заболевания этим вирусом, то мы видим, что политический вирус тоже приводит к остановке процесса дыхания в смысле критического осознания реальности. Что такое критическое осознание реальности? Если бы я знал, я бы с вами поделился, но я не знаю. Я предполагаю, что это, наверное, свобода разума использовать всё, что ему дано, для критической дистанции от реальности. Давайте всё-таки опять вернёмся к просвещению, которое, увы, тоже отнюдь не было таким белым и пушистым, и всё больше и больше исследователей культуры считают, что просвещение, которое строило свои принципы на идеях равноправия и участия прав человека, оно тоже создавало группы людей, которым, условно говоря, оставалось меньше прав, меньше свободы, меньше возможностей. Но всё-таки какие-то основные и очень важные ключевые свободы и права культура просвещения обещала и пыталась объяснить, как этого можно достигнуть. Например, образованием, повсеместным образованием, но и индивидуальной работой над своим сознанием. И, по сути дела, главная цель была достижение естественного состояния человека или природного состояния человека, а именно свободы. Считается, что человек, отродясь от самого момента своего появления на свет, он свободен. Он свободен и как индивидуум. Так вот, получается, что культура лжи, о которой я говорил в связи с безумным Трампом, культура лжи как раз приостанавливает процесс критической работы нашего сознания. Тот самый Эммануэл Кант, о котором говорил Бургаков, или скорее Бургаковский герой, демон или дьявол, тот самый Кант в очень коротком сочинении одного берлинского журнала, такого ежемесячника, написал короткое сочинение с очень простым вопросом «А что такое просвещение?» Иными словами, уже в конце XVIII столетия этот философ ощущал себя как выразитель какой-то философской идеи, именно идеи просвещения. Он ответил на этот вопрос, несмотря на то, что писал он довольно тяжело и витей вата, ответил на него довольно просто. Это в какой-то степени, по его мнению, достижение зрелого возраста нашим сознанием. Иными словами, это период, когда мы становимся взрослыми, и взрослым становится наше сознание, наш разум. И разум может стать взрослым, избавившись, конечно же, от детских иллюзий и от того, что можно назвать инфантилизмом. А это достижение в какой-то степени того возраста, когда мы являемся уже самостоятельными, и наш разум тоже может самостоятельно действовать. И речь идёт как раз о том, что если разум останется в рамках детства, если он не достигнет взрослого состояния, то тогда этим разумом может руководить любой. Он боялся того, что разум, находящийся в детском состоянии, его можно будет эксплуатировать. И он намекал на определённые институции, включая церковь, которые могли бы завладеть нашим сознанием, если сознание не достигло как раз зрелого возраста. Иными словами, то, что произошло в период Трампа, но и то, что происходит в целом ряде других стран, мы берём сейчас, возможно, чтобы немножко сузить эти рамки, не весь мир, потому что в мире и до Трампа, и до Клиника, и даже до Обамы существовали и будут существовать диктатуры. Мы берём состояние так называемых европейских демократий, где бы они ни находились, будь то Канада и Америка, которые построены по принципам, скажем, европейского политического просвещения, но на другом континенте, или же, допустим, центральную, восточную, западную Европу. Мы говорим о тех странах, где демократия существует, существовала и будет существовать, но она будет израненной, она будет в трещинах, она будет хрупкой, и она, конечно же, как бы её пространство, её объёмы сократятся. Так вот, если мы достигнем кому-то другому свободу решать, мы отдадим способность нашего разума критически думать. То, о чём я сегодня говорю, и мы говорили и с Вадимом на протяжении нескольких лет в рамках нашей программы, это в какой-то степени призыв продолжать думать. Вы можете думать так, как вам угодно, но думать означает, по сути дела, сопоставлять, проверять, возможно, даже не доверять. Именно тотальное доверие, знаете, нельзя говорить, простота хуже воровства. Так вот, народные пословицы и мудрости, они потому и мудрости, что они всё-таки сгусток коллективного, очень длительного, долгого опыта. Так вот, простота, которая ворвалась в Капитолий, действительно хуже воровства. Но благодаря такой простоте воровство в форме коррупции, на государственном уровне, на уровне самоуправления, неважно где, в Америке, в Латвии, неважно какая это дума, московская, рижская или ещё какая возможная. Мы знаем прекрасно, что рижская дума была полна коррупционных скандалов. Посмотрим, как будет себя вести новая коалиция, но мы видим, что там уже есть сбои, там есть уже кто-то, кто хромает и не выдерживает, скажем, искушения властью и ресурсами. Поэтому всё это происходит и бурно цветёт как раз благодаря тому, что мы не достигли совершеннолетия, или вернее достигли в какой-то период возможности или пытались. А многие из нас уже на протяжении последних десятилетий решили всё это сдать в архив или выбросить. Я не считаю здесь о каких-то общих мудростях, премудростях, потому что сам очень много не знаю. И скажу откровенно, без того, чтобы кокетничать, каждый год, когда я выхожу на разговоры с моими студентами об истории культуры, я сознаю ничтожность того, что я знаю. Это действительно не кокетство. Но я понимаю, что я вижу то, насколько быстро чахнет и начинает болеть демократия. И если теперь мы можем перенестись из Америки, где сейчас некоторое новое начало, хотя оно, конечно же, не будет тотальным, и Байден в экономической конкуренции, например, с Китаем и с другими регионами мира будет, конечно же, сохранять политику Трампа, есть общий момент у обеих партий. И поэтому, в конце концов, они могут договориться, если вынесут за скобки вот подобного, скажем, подобный субъект, как Трамп. Но речь идет о другом. Если мы переносимся в Латвию, то я хотел бы задать вопрос, почему так зябко и неуютно многим в этой стране? В стране очень красивой, в стране с дивной природой, с очень интересной и, к сожалению, трагичной историей, с многими талантливыми, умными, светлыми людьми, очень трудолюбивыми и так далее, и так далее. Это не была рекламная пауза и не был клип «Путешествуйте по стране». Речь идет о том, что, я думаю, многие из нас чувствуют себя зябко. И не потому, что на дворе конец января, а впереди еще холодный февраль и холодный мастр. А речь идет скорее о том, что зябко можно себя чувствовать и в переносном смысле. Я думаю, что сейчас, конечно, когда в нашем сознании пуссирует COVID, который каждый день уносит жизни людей, наших близких, друзей и родственников, когда мы каждый день видим сотни и сотни заболевших людей, которые еще будут долго бороться с какими-либо неизвестными последствиями и осложнениями после этого заболевания, мы видим, что на задний план отошло почти все. Но когда-то это все не сделанное, не увиденное, забытое, игнорируемое должно вернуться, потому что в латвийском обществе живется многим некомфортно, в том числе и мне. Недавно я прочел информацию или цитату из высказывания Дайниса Иванса, одного из авторов, условно говоря, «Отцов Третьей Атмады» или «Национального движения», человека, который во многом действительно пытался противостоять позднему советскому режиму и был своеобразной иконой демократического движения, этот политик и культурный деятель сказал, что сейчас не время критиковать правительство. А насколько я понимаю, такова была цитата, которую я видел. Я не согласен с ним и считаю, что правительство критиковать надо всегда. Именно это и есть создавать ежедневную демократию. То есть демократия — это не раз в четыре года пошел и бросил бюллетень. Но это каждый раз желание участвовать в демократии. Тот самый ежедневный плебисцит, который создает нацию, о котором говорил когда-то французский исследователь религии Эрнест Ренан в вопросе о том, что такое нация. И он говорил о том, что нация — это ежедневное желание участвовать в ней. Давайте посмотрим, каковы у нас предпосылки для участия в нации. Во-первых, латвийская политическая элита, потому что латвийской политической элиты нет, она у нас разрознена по этническому признаку. Эта элита во многом укрепила в сознании людей как раз ту самую этническую трещину, из которой можно как из скважины, правда, не нефть, но, по крайней мере, политические голоса и дивиденды добывать довольно быстро. Зачеркнул ведром в тёмный колодец и получил себе этническое голосование, этнические СМИ, этническую политику почти на всех уровнях вплоть до бытовых конфликтов. И таким образом получается, что мы привыкли к подобной отравленной атмосфере. Она, конечно же, не цветёт сама по себе и она не самоценна. Она во многом является фоном для того, чтобы закрывать глаза не себе, а другим на очень острые темы, на тему того, что латвийская политическая элита не разработала ни целей, ни образа, ни средств для того, чтобы определить, где Латвия находится в мировом глобальном пространстве. Пространство — это, по моему мнению, мчится галопом мимо нас, а мы пребываем в таком диктальном или цифровом скоростном интернетном этнографическом музее. Почему я об этом говорю? Может быть, кто-то из моих коллег латышского происхождения посчитает, что вот продался Центру Согласия или ещё что-нибудь такое, потому что критикую, например, национальное объединение как, по моему мнению, угрозу для демократии и правовой культуры в Латвии. Нет, спешу вас разочаровать. Это скорее на уровне убеждений. Почему? Потому что долгие годы, я бы даже сказал десятилетия, я пытался, насколько мог, войти в осознание того, как создаётся, чем дышит латышская политическая культура. И понял, что во многом, это, конечно же, общество и культура, пропитанные травмами 40-го, 41-го годов, последующих годов депортации, высылок и советского режима, что действительно является чудовищной трагедией, вернее, трагедией, которые сменялись буквально в течение полутора лет и уничтожали слой за слоем культурную элиту. С другой стороны, я вижу абсолютное нежелание работать со своей травмой, использование этой травмы, в чём использование такое, что оно порождает зеркальные отражения даже в меньшинственных группах и культурах. Иными словами, мы все начинаем заражаться именно своей гиперэтничностью, если так можно выразить, с такой завышенной, чрезмерной патологической этничностью. И когда я слышу от представителей латышской интеллигенции упрёки в том, что я, например, считаю, что национальное объединение нужно было бы, условно говоря, поставить под контроль конституционного суда для того, чтобы проверить соответствие принципов и деятельности этой партии с правом человека и Конституции Латвии, то представители латышской интеллигенции начинают бросать в меня обвинение, скажем, в гитарской диктатуре. Это довольно странная комбинация каких-то, как мне кажется, отживших клише, которые не соответствуют реалиям. Почему? Потому что я считаю, что боязнь за состояние правовой культуры в этой стране должна быть надэтничной, должна быть для всех, и мы все должны заботиться о том, что права человека должны быть для всех. Для латышского крестьянина в Курземе, для латышской студентки в Лепае или в Риге это должно быть так же актуально, как для русского бизнесмена среднего возраста в Елгаве, или для, допустим, русскоязычной журналистки в Риге. Это универсальное явление для всех. И разрушает его именно дробление на этничность. То есть таким образом у нас как будто бы в некоторой пьесе, которая ставится в провинциальном театре, не очень хорошим режиссёром и с такими довольно уже потрёпанными актёрами, мы ставим пьесу под названием «Моя хата с краю». И комическая пьеса в трёх актах с прологом и эпилогом. И пролог — это, конечно же, начало 90-х, когда часть латвийского населения по тогдашним геополитическим страхам была исключена из политического участия. В результате сама она не обрела, это очень важно понять и нашим слушателям, и, может быть, моим критикам, сама она не обрела желания, мотивации, интереса становиться частью латвийского общества через институт гражданства. Именно снование загляните на статистику натурализации. «Простите, кот наплакал». Это ничтожные цифры, которые резко сократились после вступления Латвии в европейское сообщество. Таким образом получилось, что да, с одной стороны можно было понять начало 90-х и страхи тогдашних политиков, потом всё замёрзло, а когда замёрзло, то исчезло, и мотивация самих людей стать частью общества, пройдя довольно несложный тест натурализации, особенно для среднего и молодого поколения. Не было и до сих пор нету каких-либо публичных акций, мероприятий или символов, которые приглашали бы меньшинству участвовать в создании новой нации. Почему новой? Потому что латышская нация, которая является в этой стране и в этом культурном пространстве основой создания культурного пространства, основа не означает всё. Основа есть базис, рамки, которые, во-первых, можно расширить и нужно расширить благодаря другому. И тут мы подходим к самой страшной теме. Страшной теме для любого националиста. Это расширение границ понятия нации. В современном мире, и об этом говорят уже последние два десятилетия многие социологи, иными словами, ничего нового сегодня я ни себе, ни вам не открою. Так вот, современная нация — это прежде всего включение другого в эту нацию как равноправного. А другой, и это опять, наверное, жестокое разочарование для моей любимой партии «Национальное объединение» и для моего любимого политика Райвиса Дзиндерса, другой никуда и никогда не исчезнет. Именно поэтому это другой есть часть реалии. И тут мы натыкаемся опять на следующее препятствие. Латышская политическая элита обладает потрясающим талантом, видимо, разработанным на протяжении еще советского периода, потому что не будем забывать, что часть нынешних функционеров политических партий латвийских успешно существовали как юные и пылкие комсомольцы, сотрудники парткомов, обкомов, секретарей и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, в каждой партии, может быть, за исключением, скажем, некоторых новых клоунов, которые появились за последние годы, у очень многих есть советское прошлое, советское именно функционерное, прошлое функционера советского режима. Так вот, эти люди упорно не видят реалии. Они, вернее, ее осознают, но для нас, для избирателей, для населения предоставляют версию, которой многие из нас верят. И вот мы, получается, опять завершая постепенно нашу дискуссию, подходим к тому же самому канту. Мы отдаем способность нашего разума критически думать, возможно, в обмен на иллюзию, в обмен на некоторую розовую таблетку эфемерного, иллюзорного счастья. Мы не достигаем совершеннолетия, мы двигаемся, наоборот, в сторону инфантильности. Мы, как общество, отказываемся видеть, что мир другой, чем нам рисуют. Я не собираюсь здесь призывать никого на баррикады, хотя баррикады начала 90-х были актом гражданского мужества и критического сознания. Я призываю, возможно, к тому, чтобы мы могли создавать пространство, где ложь и манипуляции не должны происходить. Нам нужны наши внутренние интеллектуальные баррикады внутри нас. Баррикады в том смысле, что не спрятаться за чем-то, а как раз защитить, не пропустить. И пропустить, например, то, что именно из-за этнического разделения наши партии ведут себя так, будто бы мы стадо баранов, причем все, вне зависимости на каком языке мы блеем, но это то стадо, которое можно запугать просто-напросто, я не знаю, пару раз выкрикнув какой-нибудь неартикулируемый звук или пустив овчарок или еще что-то. Нам могут сказать о том, что Европа это пространство для, условно говоря, потери нравов и царства гей-культуры, о унисекс-туалетах, о том, что Эстамбульская конвенция предполагает, что называется, что пустимся во все тяжкие, и не будет понятно, кто мужчина, кто женщина. И тогда полный список подобного бреда. Благодаря тому, что мы отдаем свое сознание другим и перестаем критически думать, даже национальное объединение может выступить с абсолютно вульгарной, отжившей, скажем, идеей, которая, мне кажется, сравнима с мракобесием, о том, что сейчас это одна партия, которая, по сути дела, обманывает своих избирателей, расскажет нам, что такое правильная семья. И какая-то одна партия, которая максимально набирает 10-11% голосов очень маленькой страны, в смысле количества избирателей, эта партия будет диктовать людям, как правильно жить, с кем жить и как любить. И мы будем проглатывать это, потому что нам скажут, что иначе придут, заберут и испортят наших детей и так далее, и так далее. Иными словами, если мы посмотрим критически на себя, мы превращаемся действительно в стадо баранов, а, к сожалению, те, кто могли бы высказать классическую фразу о короле-то голой, именно интеллектуалы, интеллигенция, молчат. А молчат во многом, потому что именно этническая разрозненность становится причиной того, что какое-никакое, а всё-таки своё. И здесь мы видим опасность этнического разделения и трещины, потому что она начинает заставлять людей молчать, она начинает цеплять совесть, ведь интеллигенция, ну, если мы не берём, конечно, некоторую чеховскую иронию по отношению к безвольному, слабому и бесправному интеллектуалу на даче, скажем, рядом с самоваром, то интеллигенция это те, кому не спится, да, это те, возможно, потенциальные диссиденты. Вообще, я думаю, что очень важно, чтобы в современной культуре, культуре Трампа, где всё решает капитал, где капитал вульгарен и, по сути дела, игнорирует элементарные социальные нужды людей, чтобы в этом обществе было больше диссидентов, чтобы в этом обществе было больше тех, кто критикует, тех, кто бурчит и недоволен. Опасно, когда в обществе все начинают женно улыбаться. И я думаю, что во многом именно поэтому так разнятся политические культуры стран, которые находятся, по сути дела, на одном маленьком пятачке под названием Европа. Если мы в начале 2000-х могли говорить о оптимистическом создании общего европейского политического культурного континента, то теперь мы видим, что отсталость, я хочу использовать именно резкое слово, политическая отсталость, какой она была в записках представителей французского просвещения 18-го столетия. Да, это была иерархия, да, это было высокомерие, я согласен, но во многом эта отсталость имела под собой миллион факторов. Так вот, она сохранилась. Мы видим, что, по сути дела, за дворками Европы становятся такие страны, которые в конце 80-х подтачивали советский режим и подточили его очень основательно именно геополитически, это Польша и Венгрия. Это еще один мой любимый топик, вы хорошо знаете об этом, да, я считаю, что эти политические элиты этих стран действительно сейчас являются печальным символом и образом того, что происходит с сворачиваемой демократией, с демократией, которая начинает, как шагренивая кожа, резко уменьшаться от наших проступков, именно от того, что мы становимся не милыми, хорошими детьми, а, пожалуй, просто инфантильными взрослыми. Мы видим, что Восточная Европа не участвует в политике беженцев, упорно культивируя идеи ксенофобии, отказываясь от, мне кажется, настоящих гуманистических принципов солидарности с теми, кто страдает от войны, конфликтов, других социальных катастроф, от религиозного преследования, хотя именно Восточная Европа, именно мы на наших территориях восточных европейских держав хорошо помним трагическую историю наших обществ и помним, что тысячи и тысячи наших граждан, людей, которые жили в XX веке, вынуждены были становиться беженцами, включая, конечно же, латышское население, которое было принято в Канаде, в США, в Австралии, в Новой Зеландии, в Великобритании и так далее. И теперь мы видим, что объединяемся мы, к сожалению, именно по этому признаку и по принципу недоверия к другому, нежелания его принять и в какой-то степени элементарной подпитанной страхами ненависти. Именно поэтому мне, я думаю, многим зябко в этой стране. Почему? Потому что любого из нас в любой момент могут не принять, могут исключить. Потому что мы сами подпитываем принцип исключительности и исключаемости нас из общества и группы под названием нация. А латышская интеллигенция молчит. А да, я забыл напомнить, что представитель академического мира, политик в Сейме, занимающий высокую должность, несколько месяцев назад объявил о том, что не видит ни одного русскоязычного представителя интеллигенции, который был бы способен условно говоря наводить мосты между культурами. Подобное тотальное отрицание мне кажется довольно жалко и недостойно исследователя и гуманитария, но вполне достойна политика одной из скороспелых консервативных партий, которая паразитирует на страхах своего избирателя, по сути дела опять говоря нам о том, что Европа нечто страшное и простите, я хочу здесь бросить еще один камень, вот у меня в рюкзаке остался еще один камень сегодня за несколько минут до окончания эфира в огород латышских интеллектуалов. Многие из них по делам и правильно и взвешенно и очень анализировано относятся негативно к современной политической культуре России, так же как и я, потому что Путин это диктатор, здесь все понятно и ясно, но простите, методы аргументации и почерк большинства партий в Сейме очень похож на почерк Владимира Владимировича, без такого размаха, без такого объема коррупции, просто ресурсы другие, но принцип исключить, запретить, не допустить, не услышать, проигнорировать, это как раз то, на чем зичнется и чем живет путинский режим, так вот мы, к сожалению, как раз благодаря таким партиям, как Национальное объединение и многим другим, проблема Национального объединения в том, что именно они переживут всех остальных, всякие КПВ, ЛВ и так далее, и так далее, как они приходили, так они уйдут, была партия Затверса, где она отни руины и кости остались, все эти партии рассыпятся и отойдут в прошлое, Национальное объединение опасно именно тем, что у него есть стабильный избиратель, это во многом, мне кажется, единственная партия ценностей, конкретных политических ценностей всеми, все остальные могут принять любой другой облик как хамелеон. Эта партия тупо, но очень хитро идет вперед, становясь все более и более, скажем, актуальной угрозой для политической культуры Латвии. Посмотрите публично доступные материалы этой партии, там очень много ксенофобии, по моему мнению, там очень много языка ненависти и так далее, вплоть до использования, например, одним из депутатов как бы идея территории свободной от геев, это нацистская риторика и с этим понятно. Таким образом, по моему мнению, эта партия опасна, но ее опасность именно в том, что сами подпитываем ее и увы, я не вижу протестов со стороны латышской интеллигенции, культурной элиты против того, что нас упорно пытаются провинциализировать и такие политики, как «Райвис Дзинтерс», зарабатывая на этом свое состояние и политическое, и финансовое, превращает нас в провинциальное быдло, которое находится где-то в предваннике путинской России. Я не хочу, чтобы эта красивая, умная, светлая страна, наполненная добрыми и страдающими людьми, превратилась в подобный предванник. Именно подобные партии превращают нас в овец. Но никогда не будем забывать, что именно мы позволяем себя стричь. И давайте в окончании сегодняшней программы запомним хотя бы одну фразу Канта. Именно то, что мы должны критически продолжать думать. Совершеннолетие нашего сознания означает прежде всего свободу, но и свободу других, которые также нуждаются в своей равноправной свободе. Не в свободе, которая хуже или меньше, а в свободе, которая для всех одинакова. На сегодня спасибо большое за то, что выслушали меня. Надеюсь, что мы в следующий раз встретимся с вами уже в студии. Я буду очень рад слышать ваши звонки, вашу критику, ваше неприятие, ваш гнев, а может быть где-нибудь и поддержку. В любом случае плюрализм наших мнений. Это была программа «Зима близко». Я благодарю моего коллегу Родиона Золотарева за то, что он помог сегодня обеспечить нам техническую сторону нашего эфира. И мы встретимся с вами снова через неделю в пятницу. Спасибо и до свидания.